Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Лиля Алексеевна Лепесова, консультант компании «Пептиды». Здравствуйте! Здравствуйте! Многих интересует, как оставаться молодым, активным и здоровым как можно дольше. На самом деле это вопрос, который интересует все человечество, как оставаться молодым как можно дольше и активным. В Советском Союзе перед военными медиками поставлена была задача найти такие вещества, которые бы помогали военнослужащим, находясь в экстремальных условиях, оставаться в активной, хорошей форме. Вот эти экстремальные факторы, они очень сказывались на здоровье, на качестве здоровья. Они влияли на потенциал военных, и организм сильно изнашивался. Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Ховенсон Владимир Хацкельевич – это главный геронтолог Санкт-Петербурга. Это военный врач, это профессор медицины, изобретатель. Будучи студентом еще военно-медицинской академии в начале 70-х годов, стал изучать эту тему. И он смог найти такие вещества, называются пептиды, которые очень хорошо, эффективно помогали военнослужащим вот эту форму военную поддерживать в очень хорошем качестве. И сейчас эти вещества называют пептиды Ховенсона или пептидные биорегуляторы. Сейчас на рынке очень часто встречаются пептиды, они очень популярны. А в чем отличие пептидов Ховенсона от других? Вы верно заметили, на рынке действительно сейчас очень много разных пептидов. Пептиды Ховенсона радикально отличаются от других, потому что они абсолютно натуральны, они не имеют побочных эффектов, не вызывают аллергии, нет противопоказаний. Это клинически проверенные вещества, это огромная клиническая и доказательная база, это высокая эффективность этих пептидов. Но вообще пептид – это короткая цепочка аминокислот, соединенная пептидной связью. Пептид – это информационная молекула. Всего в мире две информационные молекулы – это пептид и ДНК. И вот когда пептид встраивается в ДНК, образуется синтез специфический, образуется синтез специфического белка. Пептид – это как начало жизни. На уровне двух-трёх аминокислот они одинаковы у всех млекопитающих. Вообще, что такое старение? Старение – это снижение активности генов. Снижается активность генов, снижается синтез белка, снижаются функции органов, наступают различные патологии. Получается, в общем-то, преждевременная старость. В этом самая главная ценность пептидов, что они стимулируют активность генов. На пептиды не образуются антитела. Ну, к примеру, возьмём, пептид печени, выделенный из печени, попадёт только в печень и начнёт активизировать гены, которые находятся в клетках печени. В самом начале вы упомянули, что пептиды разрабатывались для военных. Они только на военных влияют или нет? Со временем было замечено, что на обычных людей в обычной жизни также влияют вот эти экстремальные факторы. Это нарушение биоритма, снабодрствования, это психологические всевозможные факторы, психоэмоциональные, это неправильное питание, плохая экология. Всё это приводит к некачественной жизни. И пептиды здесь, конечно, очень хороший помощник. И они сегодня применяются многими-многими людьми в нашей обычной повседневной жизни и дают очень хорошие результаты и отзывы. Вообще вся эта тема, конечно, клинически испробована и испытано очень давно. И всё начиналось с опытов на мухах, дроздофилах, потом на мышках, на крысках. Потом эти опыты были на обезьянах. И уже в конце всех этих опытов, как завершение, был поставлен эксперимент на людях. Но вот даже первые опыты на крысках, на мышках, они дали уникальные результаты. Когда вводились эти препараты, пептидные бирегуляторы, старые крысы, именно на старых это было видно особенно, потому что на молодых ничего не было видно. Но это приблизительно, начиная с 40, 50, 60 лет, если это в человеческий возраст перевести, очень хорошие результаты дало. Старые особи стали более активны, становились, у них нормализовывался волосяной покров. Они даже в некоторых случаях приносили здоровое потомство, несмотря на то, что возраст их уже им не позволял до приёма этих препаратов. И продолжительность средняя в группе, где вводились эти препараты, выросла у животных на 25-35-40%. И вот очень интересный эксперимент, который оказался настоящей сенсацией на людях. Это один из главных экспериментов, который проводился в Киевском институте геронтологии при Украинской академии наук. Людям вводили два раза в год биорегуляторы пептидные. И в течение 15 лет этих людей обследовали. И вот группа, которая принимали просто обычные лекарства, для сравнения была взята и вот эта группа, которая принимали пептидные биорегуляторы. Оказалось, что через 15 лет снизилась смертность на 40-45%. Это абсолютный мировой рекорд. И в январе 2017 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин наградил профессора Ховенсона за выдающийся вклад в медицину. А кто пользуется этими препаратами? Ну, на сегодняшний день этими препаратами пользуется большое количество людей. И даже богатые и знаменитые люди в нашей стране этим пользуются и даже разрешают это говорить. И об этом сами говорят открыто. Так Ирина Виннер говорит, что я и мои девочки... Это она говорит про гимнасток. Потому что Ирина Виннер – это главный тренер Олимпийской сборной по художественной гимнастике. Она говорит, что я и мои девочки эти препараты пьем, колем и капаем. Ну, так она шутит, но тем не менее она таким образом говорит, что ценит и пользуется постоянно этими препаратами. А только знаменитые люди могут пользоваться эффективами Ховенсона? Сегодня очень большое количество людей пользуются этими препаратами. А вообще статистика такая, что за 40 лет приблизительно этими препаратами пользовались 15 миллионов человек уже использовали. И сегодня все больше и больше людей узнает об этих ноу-хау, об этих препаратах и начинают пользоваться, получать свои результаты. Эти отзывы, в общем-то, очень хорошие и положительные. Почему у них так малоизвестны, хотя на рынке они уже давно? Институту биорегуляции и геронтологии 25 лет. А до этого это была закрытая тема, и пептидными биорегуляторами пользовались только военные. И вот сейчас в институте разрабатываются все новые и новые пептидные биорегуляторы. И сегодня их ассортимент очень широк, 21 препарат фактически на каждую органной системы. И наша компания Пептиды, которая 8 лет, эксклюзивно продвигает эту продукцию на рынке. И с каждым днем, в общем-то, все больше и больше людей узнают об этой теме и пользуются, получают свои результаты. Какие результаты можно получить, принимая эти препараты? Ну, препараты на самом деле уникальны, которые не имеют аналогов в мире. Вот, допустим, вот этот препарат, который называется эндолутен, он содержит пептиды эпифиза. Эпифиз – это пениальная железа, которая находится в центре мозга. И она отвечает за выработку гормона мелатонин, который вырабатывается только ночью в определенном биоритме. В темной комнате обязательно, чтобы свет не поступал, когда человек спит. И обязательно человек должен спать ночью именно с 12 до 3 ночи, ну или 3 утра, как это сказать. Только тогда будет вырабатываться этот необходимый гормон. И, в общем-то, ценность его в том, что в клинических испытаниях он дал уникальные результаты. Есть такой ученый Хайфлик, американский. Из-за своей разработки он получил Нобелевскую премию. Он доказал, что клетка делится максимальное количество раз в 50. И это Нобелевская премия. Профессор Ховенсон доказал, что клетка делится 62 раза, когда получает вот этот пептид эпифиза. Это уникальные, конечно, результаты. Это уникальные, ну, сенсационные даже открытия. Несколько раз профессора Ховенсона представляли к Нобелевской премии. Ну, вот, наверное, скоро все-таки получит. Будем очень рады. А есть у вас какие-то личные результаты? В общем-то, все и началось с того, что меня беспокоил мой артрит плечевого сустава. Так я и познакомилась с продукцией компании. Пептиды, так я узнала, что такое пептиды Ховенсоны, и узнала их действия на себе. Потому что вот эта проблема, которая со мной была больше года, и ноющая боль, исчезла, как только я пропила одну упаковку вот этого препарата Сигумир. Это восстановление костно-хрящевой ткани. Содержит пептиды хрящей. В нашей компании есть вот такой уникальный препарат, называется Визуген. Содержит пептиды сосудистой стенки. И сам профессор Ховенсон говорит, что это лучший в мире стимулятор собственных своих стволовых клеток. И при многих-многих заболеваниях и сердечно-сосудистые проблемы, и при сахарном диабете, и при других многих заболеваниях он очень хорошо работает, как восстановление общего фона и всей сосудистой системы. Он необходим всем уже, начиная с 30-40 лет, как профилактика. Потому что, говорят, случился неожиданно инсульт или инфаркт. Но неожиданных не бывает. Поэтому очень здорово и правильно, что когда человеку исполняется 40 лет, он проходит какие-то обследования, даже хотя бы общее состояние своего организма узнает, и начинает принимать пептидные бирегуляторы как в виде витаминов, как в виде профилактики. В чём отличие пептидов от обычных лекарств? Это хороший вопрос. И на самом деле здесь отличие очень серьёзное, потому что противопоказаний на применение пептидных бирегуляторов нет. И высокоэффективная формула этих препаратов. Где препараты можно найти в Рязани? С 1982 года в аптеках продаются 6 препаратов профессора Ховенсона, такие как ретиноламин, кортексин. Но сейчас в нашей компании представлена, и я повторюсь, это эксклюзивно, только в нашей компании, представлена большая линейка препаратов, улучшенная формула. Это уже новейшие технологии добавлены здесь. И препараты на фактически все органы и системы, их 21 препарат. А какова цена таких уникальных препаратов? Цена у нас, ценовая политика разная. Всё зависит от концентрации пептидов. Вот в такой упаковочке это для сублингвального применения, это подъязычное применение, это в жидком виде пептиды. Вот здесь пептиды – это капсулированные и для перорального применения. Также есть пептиды в виде жидкости, это для трансдермального применения. И цена их разная. И даже есть очень доступные по цене любому пенсионеру. Но это как сравнить, есть машины – Жигули и Бентли. Всё это едет. Но качество езды разное. Так же и здесь. Одни пептидные бирегуляторы будут работать чуть медленнее, а другие – чуть быстрее. Потому что концентрация в них разная пептидов. Вы рассказали про часть препаратов, а для чего другие? Ну, вот здесь представлен совсем небольшой такой ассортимент. Просто для ознакомления мы принесли вот такой крем уникальный с пептидами серии Revealine Pro. Это новейшие разработки наших учёных. Уникальный крем с пептидами, который будет позволять женщинам оставаться молодыми, красивыми долгие-долгие годы. Вот здесь представлен наш бальзам для глаз – Penalex. И он уникальный. Он содержит три пептида. И его можно принимать как в терапевтических целях, так и профилактических. Он очень прост и удобен в употреблении. Даже те люди, кому дискомфортно капать непосредственно в глаза растворы, они могут наносить этот препарат вокруг, навека, растирать. И таким образом он всё равно будет работать. Он очень хороший, эффективен и полезен всем, потому что многие из нас работают за компьютером. Молодёжь постоянно пользуется телефонами. Поэтому этот препарат, конечно, и помощь, и защита нашему зрению. Он уникальный. Это вся линейка препаратов или есть ещё? Сегодня мы не могли принести все наши препараты, потому что их очень много. И, конечно, акцент главный и наша гордость. Мы работаем именно с пептидными биорегуляторами Ховенсона. И они представлены в широком ассортименте. Это есть мужская серия, это решаются хорошо проблемы с простатитом, шикарные результаты, это проблемы с мочевым пузырём, проблемы женской репродуктивной системы. Олилия Алексеевна, спасибо, что встали сегодня наши гости, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!